Здравствуйте! Приветствую всех на моём канале. Это я Оля с Греции и мой канал Flower Therapy. Но сегодня я не поговорю о цветах. Пришло время поговорить о чём-то более серьёзным, как я считаю. Это должна была я сделать уже давно, но никак не решалась. И, как вы все знаете, у меня с русским языком не очень хорошо. Ну вот, мне кажется, я уже могу примерно объяснять так себе неплохо. Так, чтобы могли понять русскоязычные, что я хочу, о чём я хочу сказать. И начнём с того, что мой канал называется Flower Therapy. Перевод «Цветочная терапия». Это непростое такое название. Я очень долго думала, как назвать свой канал. И, в принципе, я открывала этот канал для, как сказать, развлечить, отвлечь себя от моих проблем. И получается, что я люблю очень цветы, как вы все знаете. И для меня цветы и растения – это вообще моя любовь, моя слабость. Я люблю их с детства. И это моё хобби. И оказалось, в последние годы не только моё хобби, но и моя терапия. Вот. Прям дословно. Что я хочу сказать с этим. У нас у всех, у людей есть проблемы со здоровьем. Я такой же человек, как и все, и у меня тоже есть какие-то проблемы. Вот. Цветы мне помогают. Это вот именно моя терапия. А кроме цветов, конечно, мне помогло и общение с вами. Вот сейчас, может, вам покажется такое банальное. Не знаю, все одно и то же, может, говорим. Я лично закрытый человек. Очень стеснительный. Такая по жизни. Не общаюсь с людьми. У меня очень узкий круг знакомых и друзей. И для меня это было очень дико. Ну, меня, конечно, подтолкнули на то, чтобы я открыла этот канал. Так как я любила всё равно снимать ролики про мои цветы на даче. Это у меня моё хобби. И это тоже было. Видео я люблю снимать уже много-много лет. И у меня опыт был. И вот моя племянница мне предложила открыть канал. Помогла мне. Большое ей спасибо. Кое-чему научила. Помогла даже монтировать видео. И теперь я продолжаю сама моему каналу уже год с лишним. И не буду больше говорить лишнее. Уже начну про то, что я хотела сказать. Это про моё, как сказать, болезнь не назовёшь, проблемой не назовёшь. Что-то между. Хочу, чтобы об ней, об этой проблеме, скажем, узнали, чем больше людей. Особенно хочу, чтобы узнали люди, которые живут тут в Греции, которые меня знают. И родственники, знакомые, в общем, друзья, которые кое-кто знает, кое-кто догадывается, кое-кто вообще ничего не знает, другие знают вообще что-то не то, совсем другое. Я хочу сказать кое-что, и вот что я скажу, это так и есть. Я человек искренний, я не люблю врать, я говорю правду. А если я не могу сказать правду, я просто ничего не говорю. Ну, не можем мы всё говорить, кое-что держим для себя. Давно мне надо было это сказать. Я, Оля Бажаева, моё фамилия, я уже более 10 лет страдаю депрессией. Я не знаю, кто знает, что такое депрессия. Большинство, наверное, уже всё-таки знаете. Я не буду объяснять точно, что это такое. Кому интересует, найдите в литературе или в интернете. Напишите слово просто депрессия, и вам, вы всё узнаете про это, что это такое. Что я хотела сказать по поводу этому. В первую очередь, не надо стесняться. Не надо стесняться. У нас тут в Греции так заведено, всего стесняются. Стесняются сказать про психическую болезнь, стесняются сказать про физическую болезнь. Всё скрывается, всё стыдно, всё потому что обсуждается, никто не хочет, чтобы его обсуждали, неправильно поняли, все скрывают. Я считаю, что это неправильно, потому что мы люди, мы болеем, у нас происходит разное с нами. И я не считаю, что это стыдно сказать, если что-то такое происходит. Тем более, если оно длится много лет, и уже видно по человеку, что что-то его тревожит, видно, зачем уже скрывать. И вы знаете, вот меня уже много-много лет спрашивают, что со мной, потому что, ну, видят меня не в настроении. Периодически я поправлялась, килограммы набирала. И, в общем, на лицо всегда видно, у нас всё на лицо видно, когда на плохо. Ничего страшного такое нет в этой, скажем, в этой проблеме, да? Только что, если вот это надо понять, если это поймёшь, что с тобой происходит, всё, с того момента ты можешь излечить себя. Ты с помощью врачей обязательно, если запущенная депрессия. У меня запущенная, я старалась очень много лет, боролась с этим, старалась, думала, сильная, смогу сама побороть это всё. Никому не говорила, никто не знал, кое-кто догадывали, скрывала. Ну, это обычно все с депрессией, все мы ведём себя так. Ну, вот буквально позавчера, я была на одном вечере, были крестины. Крестили, моя твоя родная сестра крестила своего ребёнка. И долго, там были все родственники, все знакомые, все, как сказать, односельчане, луговские наши, приветик, кто меня видит, знакомые родственники. Большой приветик всем. Вот вы меня видели, и все удивлялись и спрашивали, что я похудела. «Как ты похудела? Что с тобой? Может, ты больная?» Ну, я не могла, конечно, каждому говорить. Это невозможно. То, что я похудела, это, в принципе, хорошо. Для нас, для женщин, это всегда хорошо. А вот то, что я больная, вот как людям ответить? И вот я думаю, всё-таки мне надо записать такой вот ролик, и чтоб все это услышали, и по отдельности никому ничего не рассказывать. Больная. Больной меня не назовёшь. Депрессия – это такое состояние, и с тобой то всё хорошо, а то может быть просто плохо. Просто плохо. И ничего не радует в жизни. Бывают моменты, когда всё прекрасно, бывают моменты, когда видишь всё в сером или чёрном цвете, могу сказать. Ну, подробности не буду говорить, не буду. Что там много всего, на это может уйти, я часами могу рассказывать про это всё. Главное, что я хочу, почему я об этом говорю. Потому что я не стесняюсь, ещё раз говорю этого, потому что это ничего такого в этом нету. Что такое? Ну, есть у меня депрессия, и что? Я не такой человек, как все. Я живу так же, как все. Я тоже мечтаю, стараюсь что-то, как-то проживаю свою жизнь, всё делаю, как все остальные. И всё нормально. Конечно, это нелегко, это очень трудно. Кто этого не почувствовал, не знает, что это такое. Очень-очень сложно объяснить, что это такое. Я даже не буду стараться объяснять. Просто, если кто-то, у кого-то вот что-то есть, родственники, и вы знаете, что у них вот они страдают депрессией начинающая, даже если уже запущенная, я прошу вас, обращайтесь ко мне. Я вам могу посоветовать врачей, могу дать какие-то советы по поводу, как вести себя, как относиться к этим людям, к своим близким, к своим родственникам, не знаю, к друзьям, у кого есть депрессия. Потому что люди не знают, как себя вести. И обычно то, что говорят, не будь таким, почему ты такой, почему вот такой, почему ты не в настроении, давай, хватит, вставай, там, веселись, не закрывайся в себе, не закрывайся в доме. Обычно говорят это. Это легко сказать. Ну, у кого этого не было, не может понять, как это трудно. Бывают моменты, ты не можешь просто встать с кровати. Бывают моменты, ты не можешь выйти из дома. даже до ближайшего киоска Перептера. Вот со мной лично происходило это очень много лет. И до сих пор бывают моменты, я не могу пойти куда-то, я не могу поехать куда-то. Мне надо с кем-то обязательно. Но про это никто не знает. Это знают мои самые-самые близкие, мой муж, который меня очень поддерживает. уже очень много лет. И мы вместе боремся с этой проблемой, в общем, которая, хочу сказать, перебаривается, вылечивается. И хочу сказать, не бойтесь пойти к врачу. Не бойтесь. Я не то, чтобы не боялась, я такая была уверенная, что я сильная и смогу сама перебороть. Я начала читать книги, смотреть передачи. Я узнала всё про депрессию. Я поняла, я разобралась в себе, от чего у меня, почему, что меня подвигло к этому. И к врачу пошла я только тогда, когда мне было очень-очень плохо, я не могла просто контролировать собой. Просто тебе плохо, и ты чувствуешь, что ты умираешь. Вот такое вот состояние. Я не преувеличиваю ни грамм. И вот я хочу сказать, что не тяните время, если чувствуете, что у вас что-то наподобие есть, не тяните время. Лучше пойдите к врачу, к психиатру, к психологу. С первого, наверное, к психологу. Я пошла лично и туда, и пробовала и психолога, и психиатра. В конце концов, раз запущенная депрессия, пришлось принимать таблетки. без таблетков я не обошлась. Могу сказать, что я еще принимаю до сих пор, уже много-много времени, скоро будет год. И я очень рада, и я каюсь, что я этого не сделала раньше. И что вот я еще хотела сказать, что меня заставило пойти к врачу. я настырничала, как вот еще правильно сказать, и мучилась. А в прошлом году, в конце августа, моя двоюродная сестра моего возраста, 39 лет, заболела плохой болезнью, как говорят, не хочу даже название говорить, это болезнь, и умерла. Конечно, мы очень все расстраивались по поводу этого, но было очень плохое лето, в общем, месяцами это длилось, эта история. В конце концов, ее с нами нету, и после, в общем, похорон мне стало очень-очень плохо. Все, что, значит, я старалась, все, что я боролась столько лет с этой депрессией, с разными страхами, с паническими атаками, не знаю, если знаете, что это такое, тоже можете прогуглить, написать, и там вам все, все прочитайте, узнайте, что такое панические атаки, это что-то ужасное. И мне было просто очень-очень плохо. Видимо, накопилось все, не выдержал организм, и была в ужасном состоянии, и мне пришлось, пришлось пойти к врачу. Вот что меня заставило пойти к врачу. Конечно, мне очень жаль, что моя двоюродная сестра умерла, такая молодая, что ее нет с нами. еще у нее три дочки, она могла еще жить и радоваться, и еще вся жизнь была, и полжизни была впереди. Но должно было произойти вот такое вот горе, которое меня заставило пойти к врачу. Представляете? Если бы этого не произошло, я не знаю, если бы я когда-нибудь набрала сил и пошла бы к врачу. И вот, почему вот я опять же говорю, что я хочу, чтобы вышло с этого ролика. Я хочу донести до вас всех, чувствуете, что у вас что-то наподобие, или вы точно знаете, или у ваших родственников, у ваших друзей, опять говорю, у кого бы не было, что есть что-то такое, обязательно помогите им. Помогите им, потому что бывают люди, которые просто не знают, что с ними происходит. Не знают, не понимают или не хотят понять. Пожалуйста, обратите внимание, помогите им. У нас, у кого депрессия, мы нуждаемся в помощи. Это очень трудно понять. Это такое состояние, ты просто не понимаешь, что с тобой происходит. И в помощи мы нуждаемся. Мы нуждаемся, потому что самим нам трудно выбраться из этого. Очень трудно. Что еще хотела сказать? Лично про себя я хочу сказать, что мне намного лучше. Терапия моя проходит очень хорошо. Конечно, у меня еще есть впереди дорога, потому что все-таки я немало лет страдаю депрессией. И я надеюсь только на лучшее. Надо быть позитивным, надо надеяться, что все будет хорошо. Надо верить в хорошее, потому что если не будешь верить, что все будет хорошо, что вылечишься, что как от этого выйти? Никак. Надо просто быть позитивным, просто видеть будущее, что в будущее есть, будет и оно будет хорошее. И все будет хорошо. Это я вам точно говорю. По личному опыту знаю. Так, что еще насчет депрессии? Знаете, не буду я больше рассказывать. Лучше задавайте вы мне вопросы, и я вам буду отвечать. Буду отвечать, что знаю, отвечу, что не знаю, извиняюсь. Но я... Вот мне теперь будет легче на душе. Вот я вот об этом хотела очень-очень давно уже сказать, рассказать, и вот наконец-то я это сделала. и я прям горжусь собой. Мне сейчас прям так хорошо на душе. И пожалуйста, не судите строго, не пишите негативные комментарии. Они все равно не показываются, потому что я не принимаю такие комментарии, их не будет видно. Кому интересует что-то, обязательно спрашивайте, я отвечу. Родственники, близкие, знакомые, если кто-то интересуется или переживает за меня, у меня не очень хорошо, мне уже почти хорошо, могу сказать. еще кое-что, кое-что осталось, какие-то фобии, какие-то, в общем, есть еще какие-то моменты, над которыми надо поработать, постараться, в общем, перебороть. Ну, в принципе, большая разница, большая разница. Вот прошел почти год, как я принимаю терапию, и очень большая разница. Так что вы не бойтесь врачей, вот как вот у нас вот любая проблема со здоровьем, что-то у нас болит, мы идем к врачу. Любая болезнь, почки, скажем, мы идем к врачу. Рука болит, нога, температура, мы идем к врачу. Нам выписывают таблетки, нам выписывают антибиотики, уколы, мы все это делаем, все нормально. А когда у нас болит душа, потому что депрессия – это душевная болезнь. Это не, как люди думают, которые не знают, что депрессия – это что-то, что-то, значит, с головой не так. Все так думают. Нет, это не это. Депрессия обычно у людей, которых, как сказать, у слабых духом, как правильно, какие слова правильные найти, которые, в общем, принимают все близко к сердцу, как я, с детства причем, которые закрыты, не могут, как сказать, проявлять свои эмоции. Обычно у таких людей происходит депрессия. Ну и не только. В общем, я знаю, что страдают очень много людей, и это все скрывается, ничего не говорится, все боятся, все стесняются, ничего тут в этом такого нету. Вот видите, я нормальная, вы меня все видите на свадьбах, на каких-то крестинах, на каких-то вечерах. Ну, бывает, я грустненькая, не хочу танцевать, ну, все, больше ничего со мной не происходит, я не какая-то такая, вот, как некоторые думают, депрессия, это... Просто человек страдает душевно, ему постоянно больно, постоянно плохо, все видит в темных красках, как сказать, ничего его не радует, и бывает, и психосоматические проявления есть. Это все от депрессии. Так что обращайтесь, если что, я с удовольствием вам посоветую врача, моего врача, особенно моего врача, конечно, потому что я очень-очень довольна, и какими-то советами. Так, ну вот, вот это вот я хотела сказать, надеюсь, ну, видео получилось чуть-чуть длинненькое, но быстрее у меня не получается, вот, как могла, так и объяснила, и что хочу сказать, будьте все здоровы, следите за собой, любите себя, берегите себя, каждый должен беречь себя, если вы не позаботитесь о себе, кто о вас позаботится? Сам каждый отвечает за себя, если вы не возьмете за свое здоровье, никого не будет интересовать это, никого, насколько хороший может быть муж у вас, там, дети, родители, друзья, не знаю, на это все-таки надо взяться самому, но помощь родственников это обязательно, родственников и близких, так что помогайте, обращайте внимание, все будет хорошо, вот это вот от меня, ну, все, я, наверное, буду прощаться с вами, что мне еще сказать, задавайте вопросы, кому нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, предлагайте мне тему для передач, почему бы и нет, и желаю всем всего хорошего, отдыхайте, лето, прекрасная погода, все хорошо, все берем отпуска, отдыхаем, так что не надо, надо думать позитивно, и все будет хорошо, я вас уверяю в этом, все будет хорошо, спасибо всем, кто меня прослушал до конца, и до свидания, и Продолжение следует...